Уважаемые коллеги, я обещаю быть максимально... Да, 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 пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Владимирович, сколько у нас времени, чтобы... Вот успеем мы после... Я постараюсь максимально оперативно. Спасибо большое. И если вы позволите, ближе к проблематике. Если позволите, я положу. Когда Искра Вадимовна, наша руководитель подразделения, сказала, что мне придется выступить, я восприняла это предложение без всякого энтузиазма. Потому что со временем моего ученого секретарства представление о импакт-факторе вызывает у меня не самое лучшее впечатление. И я задала ей вопрос, а в качестве кого я буду выступать? А я тогда еще не знала, что я буду иметь честь слышать Ирину Борисовну. И Искра Вадимовна мне сказала, в качестве человека, который предложил концепцию академического письма для аспирантов. Ну, когда я побывала на пленарном заседании, я поняла, что я, наверное, имею право претендовать на ваше мнение. Я хочу задать вам один вопрос. Как потребителям журнала, скажите, какой журнал вы предпочли бы купить, прочесть, и когда бы вам было легче присвоить информацию? Первый вариант. Недостаточная приверженность больных к лечению также является актуальной проблемой, приводящей к снижению успеха. Помните, был старый фильм, где был возглас «Люди, кто так строит?» Я бы такого придумать не могла. Я это взяла со слайда Ирины Борисовны, литературного редактора медицинского журнала. Может быть, нам больше понравился бы журнал, где нам предлагает издательское сообщество такое предложение. «Еще одной причиной, препятствующей эффективному лечению, является неготовность больных исполнять назначение врача». Наверное, это лучше. А это, в общем-то, то, о чем говорила Ирина Борисовна. Глагол существительный и дополнение. Все. И вы увидели, что после пленарного заседания я решила изменить тему выступления. И мне показалось, что это очень к месту. Я сегодня собирала цитаты. Первая цитата – это мой эпиграф. На Западе без копирайтера автор не напишет. Мжельский Александр Анатольевич. Вторая цитата. Редактор – помощник автора. Иванова Ирина Викторовна. Поэтому давайте зададимся вопросом. Можем ли мы сколь-нибудь серьезно говорить о русском академическом письме, если мы будем исходить из двух этих позиций? Мы понимаем, что у нас специфическая научная дискурсивная практика. И это уже понятно, потому как развивается наш текст. Когда последнему выступающему либо вообще не достает времени для выступления, либо он просит Христа ради «Дайте мне тоже выступить». И мы уже слышали, что в других научных традициях 15 минут прошло, микрофон отключили. Не успел высказаться? Вопросы к тебе. Ты не умеешь транслировать информацию. Учись. Это не означает «не выступай». Это означает «учись», «аппроксимируй» и «рискуй». Если вы позволите, не буду читать то, что я написала на слайдах. Когда-то я прочитала этот фрагмент текста Ирины Борисовны и потом с интересом наблюдала, как это утверждение ушло в народ, потеряла своего автора, как это бывает, но оно не потеряло актуальности. И какие дискуссии разгораются по поводу академического письма, можно увидеть в этой очень интересной статье, которая представлена ниже. Каков тренд? Опираться на англоязычную традицию академического письма. Каков результат? Я не буду голословной. Вот это опубликованный я отчет в хорошем журнале о проведенном курсе академического письма. Хотела бы обращать внимание, что учили преподаватели и аспирантов, чему научили. Получить представление о формате «Имрат», анализировать значение русских слов для подбора английских эквивалентов и, как я понимаю, строить предложения для написания текста на английском языке. Вопрос, куда мы идем, с кем мы будем работать. Насколько проблема актуальна для этого уважаемого в нас сообщества? Я не буду фантазировать, я просто хочу попросить вас взглянуть на тему тех выступлений, которые прозвучали. Таких слайдов я могла бы сделать три или, может быть, даже четыре. Итак, насколько проблема реальна и почему я сказала, что я, наверное, должна выступить. Я думаю, вы меня поддержите, что это неудовлетворенность тем контентом, который получает редакция, обеспокоенность тем, не станет ли контент хуже, учитывая новые геополитические условия и, наконец, априори допустимая неравноценность статей в журнале по качеству. Насколько велика эта проблема? Я посмотрела пять топовых журналов по русскому языку, я зашла на их сайты. Это не рекомендация для авторов, это вопль, и мы видим это в пунктуационном оформлении. Это означает, авторы не выдерживают, просто цифровые параметры аннотации. Дальше идет характеристика жанра аннотации. И посмотрите, пожалуйста, вторую часть. Журнал «Русская речь» поддерживается Академическим институтом русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова. Вообще-то ситуация грамматическая. Насколько проблема реальна с точки зрения меня, потребителя, журнальной продукции? Очень часто, и чем дальше, чем чаще, мы сталкиваемся с эффектом нарушенного ожидания, потому что мы привыкли верить опубликованному тексту, мы делегировали редакторскому сообществу ответственность за качество контента. И мы понимаем, что вот мы уже были в скопусе и не первый год, а результат, как мне кажется, в следующем. У нас стандарты трансляции информации присваиваются абсолютно формально. У нас очень высокие требования к внешней читабельности текста, чтобы были буквально названы вступления, дискуссии, не факт, что там дискуссия будет, чтобы было один, два, три. У нас есть неплохие успехи, как мне кажется, по внутренней читабельности, во всяком случае на материале филологии, когда авторы стали писать проще, в этом и впереди медиков. Но при этом, как мне кажется, есть явная тенденция к потере новизны и актуальности. Что это такое? Вот статья опубликована, очень хорошо структурирована. Мною она была поэтому выбрана как соответствующей жанровой модели. Мы открываем последний абзац и читаем. Тема «Стратегия аргументации в научном дискурсе», важная для нас всех. Статья была рассмотрена «Стратегия аргументации» и выявлены средства ее реализации. Так какие же средства? Исследованный материал показывает, что тактики стратегии связаны со стремлением автора повысить объективность, доказательность, авторитетность и убедительность научного изложения. Для этой цели авторам используются языковые и неязыковые возможности, лексические и синтаксические средства, графические средства и ссылки в скобках «апелляция к авторитету». Вопрос присутствующих. Зачем опубликовать? Можно следующий стать? Каково положение дел? Есть ли пассионарии? Да, есть. Это Высшая школа экономики и Академия госслужбы и народного хозяйства. Есть учебники для уровня бакалавриата, изумительные учебники. Это учебник Ирины Борисовны и учебник под редакцией Куршинской. Они разные, но в совокупности они могут дать интересный результат. Есть ли учебные дисциплины? В лучших вузах? Есть ли остальные потянутся? Есть ли центры аналитического письма? Есть. И их немало. И они работают. А почему тогда мы сегодня это обсуждаем? В чем сложность? Я, наверное, должна вступить в дискуссию, но очень мягкую, с Ириной Борисовной. Академическое письмо, оно не универсальное. Академическое письмо – это некий инвариант. И оно связано не с письмом. Как мне кажется, оно связано с мышлением. Поэтому сложности в ориентированности на англоязычное текстопорождение, в терминологической неопределенности. Посмотрите, пожалуйста, какими смысловыми агартонами обладает слово «академический» в нашем языке. Это билингвальность, которая делает навык академического письма неким как бы тайным знанием. Не владеешь английским языком, но, извини, наш журнал не международного уровня. Тебе только к нам. Готовность учащихся к курсу – это, как правило, читается на первом полсе и происходит, как мне кажется, эффект рассеяния. В чем специфика? Я придерживаюсь скорее релятивистской позиции. Наша культура является высококонтекстуальной. Мы привыкли к тексту-потоку. Мы не привыкли, генетически не привыкли к тексту-структуре, хотя могли бы привыкнуть. Наша культура коллективистская, и я… Это прекрасно. И я хотела бы отметить для наших целей одну особенность этой культуры – это ожидание паттернализма. То есть, редактор – это помощник автора. Автор – пиши как-нибудь, а я редактор и за редактора, и за копирайтера. Я тебя выручу, я твой паттерн. И полихронная культура – это привычка не назначать себе родлайн и не нарушать дедлайн. У нас даже терминов, эквивалентов таких нет. У нас есть понятие «крайний срок». Но мы всегда знаем, я сама такая, автор нам напишет и скажет, «Дорогая Светлана Николаевна, мне нужно еще три дня». И добрая Светлана Николаевна напишет, «Иночка, ну ладно, вот тебе три дня». И ты так. И, соответственно, мы понимаем, что из этого следует, но не все авторы не так общаются со своими редакторами, и они просто вбрасывают сырые тексты, не вычтенные, неологизированные. Если можно дальше. Я сказала, что мы вернемся на следующий раз. Коллеги, можно вот без скрипа это двигать, пожалуйста? Мы заканчиваем выступление, дайте тихонечко человеку... И я предлагаю вернуться к высокому контексту. Для нас непонятно, что такое академическое письмо. Для нас это и процесс, и результат. Это метонимия. Мы привыкли говорить «чайник кипит». Мы не задумываемся, что такое «чайник кипит». Чайник, если кипит, нужно вызывать МЧС. Кипит вода в чайнике. Давайте посмотрим на английский эквивалент перевода. Мы пишем письмо, и дальше мы в школе сталкиваемся с тем, что нам диктуют диктант, и мы сдаем диктант. Мы излагаем изложения, мы сочиняем сочинения, и на ОГЭ. У нас, как мне кажется, есть прорыв, но, насколько я понимаю, неосознанный в школе. Нам предложили написать сочинение рассуждения. Это уже рассуждение. Но ведь рассуждение – это логическая операция. И от нас просят логического доказательства, тезис, аргументы, вывод. Но нам никто в школе на ОГЭ не говорит, что вот это есть академическое, но, наверное, все-таки аналитическое письмо, и ЕГЭ все сворачивается назад. В УЗИ у нас исследование, процесс, результат, научная работа и работа, процесс. И, наконец, мы защищаем работу. Непонятно что – процесс или продукт. И, по всей видимости, как водится в высококонтекстуальных культурах, у меня нету этих двух минут. Но, Ирина Борисовна, извините, я не могу не обратиться к присутствующим. Я могу пропустить все, кроме одного, кроме двух. Мне кажется, что академическое письмо – это не технологии, это приемы текста порождения, позволяющие оптимизировать процесс получения результатов научного исследования, их фиксации и, наконец, публичного представления. И этому, конечно, можно учить, но для нашей сегодняшней цели важно последнее – в соответствии с конвенционально закрепленными жанровые модели. И вот здесь возникает вопрос, а кто в этих жанровых моделей и кто из них был в комплекте? обеспечreekся. Спасибо.